Так. Гегемония без господства, диаспора без эмиграции. Русская культура в ближнем зарубежье. С начала ведения. Это выступление относится к этнографическому проекту, который я веду в течение последних лет в Латвии. И сегодня я хочу описать культурную ситуацию среди русскоязычных сообществ Латвии. Одновременно я буду описывать ситуацию культуры в Латвии. То есть не только культурную ситуацию, но тоже ситуацию культуры как таковой. Моя цель в продолжении недавней дискуссии на страницах НЛО и в других контекстах, это артикулировать следующее. Что это значит? Описывает культуры извне. Не или не только с точки зрения участника культурного процесса, который интерпретирует смысл культурной жизни, но также с точки зрения исследователя, который описывает, как культурные механизмы производят эти смыслы. Это довольно банальная постановка вопроса для антрополога, но не тривиальная задача для гуманитария. Гуманитарии вообще традиционно принимают позицию участника культурных процессов, интерпретаторов. Для них трудно отвлечься от культурных процессов и занимать позицию полностью внешнего наблюдателя. Я надеюсь также, что описание такого рода поможет нам ответить на вопрос, что стоит за гуманитарным исследованием, помещенным в рамки антропологии. Что я могу в качестве гуманитария добавить к разговору, что не может добавить антрополог. Так, будучи хорошим, правильным гуманитарием, я начну со стихотворения. И для англоязычных слушателей там есть вот мой перевод, это стихотворение, можно читать, и надеюсь, что это видно. Клей неудачный и слегка изменен цвет глаз, цвет волос, рост, сильно не раскрывать. На границе делать честное лицо и улыбаться, чтобы швы были не так видны. Зато шикарное имя и фамилия, и подозрительно юный возраст. Водяные знаки такие, что можно вообще не дёргаться, если кто-то, не отрываясь, смотрит тебе в лицо. Так, о чём это стихотворение? Прежде всего, давайте вспомним, насколько может быть сложен вопрос о паспорте в Латвии. В результате политики натурализации гражданства в современной Латвии проживает значительное число людей, в основном этнические русские или русскоговорящие, которые обделяются категорией «не пельсонис». Это не гражданами. Это не то же самое, что быть полностью лишённым права гражданства. Они являются постоянными резидентами, наделёнными различного рода правами. Но они лишены такого важного политического права, как избирательное. Количество «не граждан» достигает 15% постоянного населения в Латвии. «Не граждане» — это не единственная сложная категория, определяющая идентичность в сегодняшней Латвии. Как многие помнят, в 2005 году Владимир Путин заявил, что после крупнейшей геополитической катастрофы века, то есть после распада СССР, десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Соотечественник за рубежом в действительности является формальной юридической категорией. Благодаря закону конца 90-х лет, который наделил соотечественников за рубежом, прежде всего бывших граждан СССР, особыми правами, связанными с эмиграцией, трудоустройством и так далее в России. Однако в течение десятилетия, с момента принятия этого закона, в период роста благосостояния России и нарастающей политической риторики ксенофобии, российские законодатели попытались сузить границы этой категории для того, чтобы исключить из нее определенные группы лиц. Основную идею можно сфаблировать так. Да, русским из Балтийских республик нет, например, рабочим мигрантам из Средней Азии. Как стало ясно в связи с многочисленными поправками к этому закону, это действительно не так уж легко определить, к кому следует относиться как к русским, учитывая генеалогическую и культурную сложность русской этничности. По скреби русского, как мы знаем, и ты найдешь тоталенов. Или, в случае Риги, полулатыша, полуполяка или полуеврея. Самая последняя версия этого закона пытается решить эту проблему, пользуясь понятием культура. «Соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Они могут демонстрировать этот выбор актом самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников, либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией. Так здесь мы видим столкновение сложных социальных и этнических форм идентичности, унаследованных от российского и советского имперского прошлого и современных глобальных процессов постепенной дезинтеграции понятий и практик гражданства. В результате этого взаимодействия возникает такое повышенное значение понятия культура. Наше стихотворение, автором которого является русскоязычный латвийский поэт Симеон Ханин, напрямую затрагивает описанные нами болезненные проблемы. Отметим, что структура этого стихотворения нарочито замедляет узнавание предмета описания, которым является фальшивый паспорт, задача которого – скрыть истинную идентичность. К этому можно добавить, что Симеон Ханин – это псевдоним поэта. Идентичность здесь утрачивается, словно матрешка, спрятанная в другой матрешке побольше. Описываемое в стихотворении действия имеет место на недавно утвержденной государственной границе, где контролирующие государственные институты встречаются с отдельно взятым субъектом, но оказываются неспособными включить его или ее в доступные и общепринятые категории идентичности. Стихотворение Ханина открывает вид на болезненные вопросы этого региона, в то время как границы Российской Федерации очевидны. Где проходят границы русской культуры? Для того, чтобы определять себя как русского в Латвии, достаточно ли просто говорить по-русски и учить своих детей говорить по-русски? Или необходимо быть более активным в осуществлении свободного выбора в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией? А что остается делать с русскими, которые не делают подобный свободный выбор? Что значит развивать российскую культуру в регионе за пределами территории Российской Федерации? Достаточно ли для этого? Интересно. Все еще слышно? Продолжаем. Все еще слышно? Если кто-нибудь хочет пойти на детский спектакль, тогда... Так, что остается делать с русскими, которые не делают этот свободный выбор? Что значит развивать российскую культуру в регионе за пределами территории Российской Федерации? Достаточно ли для этого писать стихи по-русски? Нужно ли подписывать их своим настоящим именем? Можно ли писать свободным стихом? Кто принимает решение о том, какая культура является аутентичной версией российской культуры, выражающей духовную связь с Российской Федерацией, а какая отклоняется от ядра русской культуры, предает ее, и таким образом становится культурой другого? Мои ответы на эти вопросы можно разделить на три части, которые имеют отношение к пространству, гегемонии и культуре. Так что, первая часть – пространство. Сначала позвольте мне описать общий ландшафт, сквоз, который проходит неопределенные диффузные границы русской культуры в Прибалтике. Сделаем оговорку. Фокусируясь на русских и русскоговорящих этого региона, я никак не хочу принизить важность латышской культуры, истории и современности. Это немаловажный контекст моей работы в целом, но он не является предметом моего сегодняшнего сообщения. Ситуация русской культуры в современной Латвии является наследницей сложной истории пространственного воображения культуры. Начиная с эпохи вестернизирующих реформ Петра Великого, вписывание русской культуры в новую географию носило амбивалентный характер. Была ли высокая культура носителем русского национального духа, или этот западный культурный язык противостоял народной культуре и органической природе России, как не европейской нации? Географическое выражение этого двусмысленного контекста наиболее очевидно в соперничестве между Москвой и Санкт-Петербургом, то есть центром в центре и центром на периферии. В конце XX века советская Латвия, как европейская территория Прима Фещи, стала наследницей этих амбивалентных отношений культуры и пространства. В результате особой истории трансформации из независимых европейских государств в советские республики, Прибалтийская территория получила статус самого западного региона СССР, когда советские внутренние мигранты или туристы приезжали в Прибалтику, они осознавали это как передвижение на наш запад. В потребительской культуре товары из Прибалтики, шоколад лайма и сигареты элита, имели повышенную ценность благодаря этому особому месту в советской культурной географии. К концу советской эпохи Прибалтика стала привилегированным местом прогрессивных культурных экспериментов благодаря своему западному характеру. Это была советская Европа, регион политических и культурных инноваций. Можно привести в пример литературные и критические журналы той эпохи, Далгова и Родник, в которых поликовались нонконформистские произведения московских и ленинградских авторов поздних 80-х и многие другие подобные явления. Короче говоря, в результате западного характера русской высокой культуры как таковой, советская Латвия сама стала центром на периферии, обладая всероссийским или всесоветским значением. Когда спрашиваешь русскоязычного в Латвии, чем русские в Прибалтике отличаются от своих соотечественников Российской Федерации, они отвечают, что в Прибалтике русские более культурные. Такое современное понимание культурного статуса русской Латвии является дальнейшим отражением поздной советской модели, в которой Латвия представляла собой культурную родину вне или за пределами родины. С их точки зрения, прибалтийские русские являются более русскими, чем русские в России. Это по словам одной радиослушательницы, которая позвонила в эфир одной передачи, в которой я участвовал в Риге. Но нужно добавить, что статус Латвии как центра на периферии может быть теперь уже является фактом прошлого, а не настоящего. В расширенном пространстве советской русской культуры русские были дома везде. В контексте независимой Латвии этот дом, вдали от дома, становится в некоторой степени анхаймлих. Я имею в виду те концептуальные коннотации, которые стоят за этим фрейдерским понятием. Хотя статус Латвии как культурной территории продолжает выражаться в разных видах публичного дискурса, в средствах массовой информации и в Латвии, и в Российской Федерации ладвийские и русские чаще всего описываются в образе униженной жертвы, как население, которое постепенно утрачивает свое культурное наследие, благодаря систематической политике дискриминации по отношению к школам, языку и так далее. В последние годы латвийское и русское сообщества часто при российской финансовой поддержке предпринимают разные проекты в ответ на эту потерю культурного равноправия. Но, как правило, эти проекты отражают провинциализированную версию местной русской культуры, которая лишь воспроизводит в другой форме ту маргинальность, которой они и стараются противодействовать. Попытка продемонстрировать местные корни русских в Латвии во многом противоречит традиционным претензиям на глобальное, космополитское значение местной русской культуры. Перелистивая страницы глианцевого журнала «Балтийский мир», издающегося на московские деньги, но редакторами и авторами, которого являются представители русскоязычного и балтийского культурного сообщества, можно увидеть русских, празднующих патриотические праздники, русских, протестующих против фальсификации истории в школьных программах, русских, одетших в народные костюмы, танцующих и готовящих народные блюда и так далее. Но здесь мы не найдем следов всероссийского значения. Это не очень вдохновляющий процент русских сообществ в Латвии. Красноречиво говорит о двойной культурной потере при балтийских русских в результате недавней истории. Уржение являясь привилегированным местом для инновационного культурного производства, как было в поздний советский период, их территория становится похоже на родину провинциалов, объект снехождения, как для Востока, так и для Запада. Здесь мы видим другую конфигурацию культурного пространства, русская Прибалтика, как униженная и маргинальная провинция. Однако культурная жизнь носит многоуровневый и кумулятивный характер. И обе эти модели продолжают работать в культурном воображении региона, по крайней мере, пока. Их непростое существование можно и дальше описывать с точки зрения проблемы культурной гегемонии. И это вторая часть. Мы обязаны Антонио Грамши за понятие гегемония. Однако для меня сейчас важен более недавний теоретический контекст – подсклонениальная теория. Постсклонениальный подход, на мой взгляд, можно плодотворно применить к данной проблематике, но только после некоторой локализирующей поправки. Десятилетия назад Ранаджи Гуха определял ситуацию субальтерных кулиниальных сообществ Индии, а также некоторые аспекты постсклонениальной ситуации, которая была с ним связана. В терминах скольжения между культурными формациями этих субальтерных сообществ с одной стороны и политическими и культурными системами колониальных элит с другой. Из-за несовпадения этих двух миров универсальный и всеобщий культурный базис не мог легитимизировать колониальное правление. Да, я могу продать спец? А, хорошо, короткий, второй слой. Вот такой и короткий. Из-за несовпадения этих двух миров универсальный и всеобщий культурный базис не мог легитимизировать колониальное правление, которое поэтому и стало нелегитимным доминированием. Доминированием без гегемонии, или господством без гегемонии. В современной Латвии русскоязычные и в особенности неграждане диссоциированы от множества формальных, культурных и политических институтов современного общества. Они отстранены от латвийских институтов и, естественно, так же далеки от русских. Тем не менее, это сообщество подвергается и более интенсивно, чем это обычно имеет место в ситуации диаспоры, культурным и экономическим влиянием со стороны Российской Федерации. Это результат и довольно пассивного воздействия средств массовой информации и технологий коммуникации через границу и сознательной политики Московского центра, как, например, в действиях фонда «Русский мир» или же законодательства о соответствиях за рубежом. В отличие от ситуации, описанной ГУХа, российские культурные формации распространяют гегемонию без доминирования. Но эта перевернутая формула описывает степень унижения, которая во многом сравнима с конфигурацией власти, описанной ГУХа. Гегемония без доминирования звучит, пожалуй, совсем не страшно. Порой это так, и порой нет. Можно представить себе гегемонию без доминирования как утопический сценарий, в котором культура освобождается от политических институтов. Эмансипация, позволяющая культурным деятелям и сообществам создавать свои собственные ценности и смысли в положении максимальной свободы от политического давления. Примером такого эффекта может служить наш поэт Симеон Ханин. Ханин принадлежит к группе русскоязычных и русских поэтов «Орбита». Сотрудничая с этническими латышскими поэтами, музыкантами, художниками, публикуя свои произведения в двуязычных русско-латышских изданиях и сознательно отходя от традиционных форм, особенно в своем предпочтении свободном истеку, но также и в других аспектах своей деятельности, «Орбита» является весьма успешным проектом. Поэты «Орбиты» получают признание публики, издательские контракты, престижные призы и так далее в Латвии, в Европе и в России. И происходит это во многом в результате их успешного выражения пограничной европейской русской литературной ситуации. В некотором смысле «Орбита» перенимает статус центра на периферии от поздней советской эпохи, превращая его в особую форму географического авангардизма. Противоположный пример, однако, может быть найден в истории независимой русской библиотеки, основанной в Риге в 1999 году группой пожилых местных интеллигентов. После десяти лет борьбы за существование, при отсутствии средств и поддержки властей, в 2009 году организаторам библиотеки наконец-то показалось, что они нашли своего мецената. Известный русский цатирик Михаил Задорнов, который вырос в советской Латвии, открыл для себя эту библиотеку, зашел, удивился энтузиазму создателей и тут же заплатил за аренду помещения за три месяца вперед, побежав найти в будущем новое, более подходящее место для этого учреждения. Однако Задорнов быстро передумал и решил вместо этого открыть свою собственную библиотеку, дав ей имя своего покойного отца, второстепенного советского писателя Николая Задорнова. На помощь ему пришли московские знаменитости, вроде Аллы Пукачевой, Никиты Михалкова, Евгения Евтушенко. Как он объяснил в интервью местным газетам, его библиотека должна стать местом только для новых книг, потому что старые книги неприглядны. Далее там будут только оптимистичные книги, ибо депрессивные книги приводят людей в унини и делают из них неудачников. Библиотека имени Задорнова находится в роскошном особняке на одной из самых престижных улиц Риги. Вот так. Просторная и ухоженная библиотека включает в себя специальный кабинет Задорнова, где стоят книги сатирика и его отца. С тех пор первоначальная библиотека, русская библиотека, продолжает выживать, хотя финансовые трудности усугубляются, и читатели постепенно уходят к Задорнову. В отличие от «Орбиты», в этом случае культурная инициатива местного балтийского русского населения не может соревноваться с ресурсами и институционной поддержкой Москвы, которая проецирует свои собственные желания и фантазии на Латвию, не оставляя места для локальных инициатив. Здесь мы видим яркий пример провинциальной модели прибалтийской русской культурной географии. В ситуации русскоязычных в Латвии мы видим, как потери социальной соединительной ткани разбивают культурную сцену на разнородные последние. В ситуации русскоязычных в Латвии мы видим, как потери социальной соединительной ткани разбивают культурную сцену на разнородные ландшафты, где мы находим разные обстоятельства, орбита с одной стороны и русская библиотека с другой. В этом атомизированном обществе разнообразные группы и деятели соревнуются между собой в неурегулированной борьбе вокруг культурного производства и самого определения их идентичности. И ни один из местных культурных агентов не может соперничать с российскими политическими и культурными институтами и академическим мощью, которые стоят над этой сценой, но не несут ответственность перед ней. Это напоминает нам о необходимости выстраивания отчетливых отношений между политическими и культурными институтами в современных обществах. Гегемония без доминирования того типа, который мы находим в русскоязычной Латвии, потенциально может превратиться в гнетущую форму доминирования посредством гегемонии. Так, третья часть и заключение. Культура. Чтобы закончить, я хочу вернуться к тем вопросам, с которых я начал. Что это значит быть русским в Латвии? Какой паспорт нужен, чтобы пересечь границы русской культуры, чтобы стать соотечественником за рубежом? Очевидно, культура здесь ключевое понятие, но культура множественна. Каждое понимание русской культуры, каждый репортуар культурных практик способен генерировать свой особый ответ. И в Латвии русская культура выходит или высовывается за пределы авторитетных политических и общественных институтов. Поэтому термины «русский» и «культура» освобождены от некого единственного центробежного смысла и могут приобрести разнородные значения. Здесь, пожалуй, мы видим множественность самого понятия культуры. В 90-е годы теоретики культурной антропологии подвергли понятие культуры, представленное в его классическом академическом смысле резкой критике. Согласно Клифферду Гирцу, культура является исторически воспроизводимой смысловой рамки, выраженной через множество символов. Это система унаследованных понятий, выраженных в символических формах, с помощью которых люди передают, увековечивают и развивают свое знание о жизни и отношении к ней. Критика этого понятия, лежавшего в основе прежней антропологической исследовательской практики, утверждала, что в этом прежнем понимании таится идеологически мотивированная концепция целостности, самоотождественности и статичности культурных систем, рассматриваемых как автономные системы человеческого смыслового существования. Согласно новому критическому подходу, антропологи должны применять иные понятия, которые являются достаточно гибкими для того, чтобы понять фрагментарность, гибридность и историческую подвижность культурных процессов и тех символических пространств, в которых они протекают. Но на практике в течение последнего десятилетия субстанциональный термин «культура» все реже и реже встречается в антропологических исследованиях. Ему на смену пришли новые понятия, в которых понятия культура выступают уже не в качестве субстанции, а в качестве предиката. Культурные практики, культурные смысли, культурные нормы. Культура как таковая исчезает. Но несмотря на этот поворот в научной терминологии, понятие «культура» сохраняет свою силу в обществе. Это сила, которая основывается на проекции этого понятия от целостности при наличии множественности. Для нас термин «культура» должен применяться не в качестве научного инструмента, а скорее как описательный термин по отношению к стремлениям разных акторов артикулировать свое представление о русской культуре. Здесь, на территории, где единство, самоидентичность и статичность русской культуры являются очевидным образом довольно шаткими и сомнительными. Само понятие «культуры» представляет собой один из важнейших механизмов для самоопределения, формирования и защиты коллективных идентичностей и политических позиций. Как мы видели здесь, разные элементы одной культуры функционируют одновременно в разных географиях и согласно разным темпоральным модальностям. Как писал Эрнст Блох, не все люди существуют в одном и том же сейчас. Мы можем добавить, что в результате этой неодновременности они часто видят пространство в противоположных терминах. Согласно одной логике культурной жизни, русская идентичность в Латвии основана на идее возвращения к прошлому, народным праздникам, каноническим произведениям. Согласно другой, ориентация к границам, перифориям, пределам является ключевой. Но каждая из этих моделей по-своему относится к фундаментальной системе отношений между культурным центром и периферией. Каждая модальность через свое особое видение времени и пространства производит русского, так же, как и каждый русский производит русскую культуру. Спасибо. О республиках, как они включены в этот процесс воспроизводства соотечественников? И являются они просто потребителями, временными жителями или создают особый культурный контекст, культурное пространство прибрежных регионов и так далее? Да, это, на самом деле, еще один, это очень интересный вопрос, конечно, и это еще один, мне кажется, культурный контекст производства русской культуры в Латвии. Мы можем, например, обращать внимание на явление фестиваля «Новой волны», который проходит каждое лето в Латвии, и это в основном проект России, это русского телевидения, хотя главные деятели, на самом деле, живут в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Все-таки это российские деньги, которые на территории Латвии, на мой взгляд, пользуются какими-то ностальгическими конструктами, относящимися к советскому прошлому, чтобы воспроизводить как-то утопическую версию дружбы народов в советской версии под гегемонией русскости или унитарной русской культуры. Это тоже происходит в Латвии. Нужно сказать, опять-таки, как я сказал в своем докладе, Латвия, мне кажется, это не только в Латвии, но в особенности в Латвии интересная культурная ситуация тем, что там очень много русских и очень много разнородных, маленьких и больших сообществ русских, но действительно нету там формальных общественных и политических институтов, которые объединяют их всех. из-за этого получается совершенно просто как-то глицигенная ситуация, где вот разные пласти существуют совсем бок о бок и не знают друг о другом. С этими поэтами из орбиты просто удивительная ситуация, где вот их резонанс в латвийской культуре в основном происходит в латвийской культурной сцене. Русские в основном в Латвии даже не знают, что существует такая группа, которая вот имеет вот этот резонанс среди латвийской культуры и тоже вот большой международный резонанс и в Европе, и, конечно, мы знаем в Москве, где вот Сергей Тимофеев, еще один из поэтов группы орбиты, публикуется в НЛО. Это вообще вот уникальная ситуация, где вот действительно большое сообщество, большое население существует вне формальных общественных институтов почти полностью. Особенно, если мы говорим о негражданах, которые вот не имеют даже вот там как-то контакта с политическими институтами вот их как-то общественной ситуации вообще. Так что есть очень много разнородных проектов, которые по-разному капитализируют на вот как-то культурной ситуации и культурной истории этого места. У нас несколько вопросов. Сейчас Екатерина Деменцева, затем Сеп, затем Лоренция Кьеза. Спасибо. У меня такой вопрос. Интересно узнать, как относятся вот ко всем этим движениям, вообще вот ко всей этой русскости то поколение, которое родилось уже после независимости Латвии. То есть как вот молодежь, она же довольно-таки взрослая, это взрослые люди, 18-20-летние, как они сами себя чувствуют в Латвии и насколько вот это им интересно, вот эти все русские поэты, русские библиотеки, или они все-таки пытаются себя больше с латвийским населением сблизиться? То есть я понимаю, что это очень сложный вопрос, я веду однозначно не ответить на нее, но все-таки какие вот, что происходит сейчас в Латвии с этими молодыми людьми? Ну, конечно, вот трудно вот ответить однозначно на такой вопрос, и не будучи стезиологом и без каких-то вот там серьезных цифровых данных практически невозможно. Я могу только вот отвечать анекдотами из своего опыта в Латвии, что с одной стороны действительно есть очень большой контингент молодых людей, которые очень успешно стали двуязычными в результате образовательной политики Латвии. Вот молодые русские, этнические русские, или вот там русскоговорящие, которые говорят по-русски дома, более или менее адекватно овладели латическим языком и существует более или менее хорошо, мне кажется, как масса в двуязычном пространстве. Тоже нужно заметить, что Латвия уникальная ситуация в постсоветском пространстве тем, что там по процентности самая большая пропорция русских и русскоговорящих больше, чем в любой другой постсоветской республике, больше, чем в Украине, больше, чем в Казахстане. И в Риге, в особенности, это почти 50% населения. Так что действительно двуязычная культура. Я тоже думаю, что в основном молодые люди чувствуют себя хорошо, устраивают успешно некоторую новую как-то евро-русскую идентичность. Да, вот были всякие проекты интеллектуальные, общественные проекты 90-х лет, где вот люди вот как-то там старались устраивать и до сих пор надо сказать, что есть, конечно, довольно острая политика как-то национальной разницы, давление, ну не давление, а вот напряжение между этническими группами, вот общинами. В Латвии, с другой стороны, мне кажется, вот молодые люди чувствуют себя более или менее хорошо, как членами как-то европейского общества, двуязычных, как двуязычные жители вот маленькой европейской републики. Я думаю, что вот через 30 лет на самом деле вот как-то эти вопросы станут гораздо менее острыми вот и в политическом плане. Но это может быть мой личный взгляд. Но, как я сказал, это очень как-то разнообразная вот ситуация, есть очень много маленьких сообществ, ситуаций. Насчет «Орбиты», опять я хочу сказать, что это как-то уникальная группа. Они, это пять русскоязычных авторов, поэтов, но у них довольно широкая сеть партнеров, которые включают в себя и русских, и латышей. Они занимаются мультимедийными проектами в основном. Они делают всякие разные партнерства с латышскими композиторами, медиа-художниками и так далее. И они в основном проводят свои как-то чтения в рейверском таком как-то молодежном пространстве. Вот делать такие массовые клубные чтения, где более или менее и латышская, и русская молодая аудитория сосуществует и получается довольно хорошо, на мой взгляд. Так что есть такие, просто вполне гибридные, если мы хотим применять этот термин, сцены культурной деятельности. Хаслур Олег Гомрихт. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... But my question goes rather to what would that situation be? I mean, could we find a less hybrid, now I'm using hybrid myself, concept than hegemony without dominance? The second question is the one that really links up with yesterday, because yesterday in the afternoon discussion I found this an interesting, I mean, I at least was asking, and I think there seemed to be consensus, that in some of the situations about the West, so the situations between cultures, we're saying that maybe that is what literature is today predominantly, I mean, statistically predominantly, it's the middle of the road, so to speak. And there was a certain tonality to it, and the tonality was to be a little bit self-ironic, you know, when Adrian was talking about these authors saying, in reality I'm kind of sick and tired of it, but I play it because it goes well and so forth. So you would say in German, I mean, you don't really care very much, in Spanish we say pasota, I mean, well, let's see what happens. I mean, that's the chic of it, so to speak. Now my impression was from your description that this is not the tonality of what you're describing. There's a different tonality, and that's already a question. But in that context, and yesterday I also had this discussion, so on the Western conditions, I mean, geographically, culturally Western conditions, not politically, that is becoming central, that is becoming what's being done today. And seemingly that is not the situation of what you're describing. It's not what's being done today centrally, or maybe yes. The question is, when I'm talking about a different tonality, is this a tonality that has an awareness of melancholia, so to speak? So we do that, but one day it may no longer be this, or we are last generation. I don't know, but I'm just asking this question. So these were two descriptive questions, really. I mean, to locate what you have been presenting in the context of what we have been discussing yesterday, this very, very rich, not to say thick, description of a certain situation. My third question is about culture. You know, I mean, the reason, for example, I try to use it as little as possible is that I feel there's always this threat and danger in the concept of culture that it has no stops. Once you say culture in a certain way, in a constructivist way, it becomes everything. So when you are using culture, are you using it in that way? Clearly not. But what exactly do you then mean by culture? What would not be culture? What would not be subsumed? You know, while you were talking, I was thinking, could one use good old Immanuel Kant, who is geographically anyway, not so far away, and say it is anything interest-free in the Kantian sense? I mean, anything that has not an everyday purpose and everyday interest. I mean, that would include sports, that would include literature, that would include, of course, theater, and so forth, and so forth. So that would be a way back to a more traditional, everyday concept of culture as opposed to what has been discussed and has been hype in the academy for a long time, which always has this no-stop danger for me. So everything is culture. And then finally, this is about, I mean, I know that this is becoming important for you and programmatic, and this is anthropology. So what's anthropological about what you're doing? I mean, in my reaction to what you have been presenting, and that's meant as praise, what I found anthropological, that you are finally doing something that everybody has been promising a long time, never does. So you go to places, you go places, you talk to people, you describe precisely, you have very little pre-orientation, you just are patient and see what's happened and try to describe that as precisely as possible. And interestingly enough, talk very little about yourself, which, mind you, I like a lot. So would one say, I mean, to make a parody of this obsession with turns, this is now the turn to a non-self-reflexive anthropology. You just described, I mean, you haven't talked about, you know, let alone with guilt, about the cultural baggage that you bring from Philadelphia and you have to flagellate yourself. This is very, very bad. I have that no longer version of it. Yeah, yeah, yeah. So, I mean, so is it anthropology precisely in this hands-on sense of doing what should have been done for a long time with different cultures too? And what someone like Homi Bhabha has never done. I mean, he is good, you know, describing certain, I mean, in a kind of, I mean, there's a compliment journalistic way when he talks about Bombay and so on. But I've never seen a description remotely as precise by Homi, whom I like, mind you. But that's not his style. I mean, it's for a Harvard audience who has never been there. And they think, oh my God, he knows what curry tastes like in Bombay. In your case, it's much more precise. And although I don't like the concept, but I mean it as a compliment now too, much more scientific, you know? I mean, scientific in a sense, it's a very precise description with, in a way, as little pre-orientation as possible. I mean, like you just go there, go places, and describe what you see. And that's what I appreciate about it. But I'm asking, is that, because I know that you have a certain programmatic thing with anthropology, you were telling me yesterday, is that what you mean by anthropology? Well, okay, so I'll try to answer all four, and not to take up all of the time. But I'll also try, I think I should answer in English, since the questions were in English, but I'll try to speak slowly, which is hard for me always. Hegemony, I would say, first of all, the situation, the hegemonic situation that I'm referring to is actually the situation of the relationship of cultural production in Latvia to the cultural institutions of the Russian Federation. which is why I began with the question of jurisprudence and definitions of Russian cultural identities, the compatriots abroad. But there are a whole number of ways in which the Russian Federation and various actors in it participate in the cultural life of Russian speakers in Latvia, from the law about the compatriots to the activities of the Ruskiy Mir, the Russian World Fund, which was created, I can't, how many years back? Ten years ago? In order to precisely promote Russian culture in the near abroad, in the world generally, but mostly oriented towards the near abroad, and it gives grants. The Russian embassy also gives grants independently from the Russian World Fund. And then there are, the city of Moscow participates in the culture of Latvia. In Riga, there is the House of Moscow in Riga, which funds all kinds of cultural projects. Then there are individual actors like Zadornov, who I don't interpret as a Latvian, but this is Moscow money once again taking place there. And the question of projects from Moscow, such as the New Wave Festival, which probably brings in the largest amount of revenue for the Yomola Resort area each year, and is a huge economic actor there. So there are many, many ways in which the cultural frameworks of the Russian Federation exert a hegemony without dominance, because they have no political standing whatsoever within Latvia. And this is precisely a situation of cultural hegemony without dominance, to my mind. To connect with what we were saying yesterday, I think that the situation in Latvia very clearly demonstrates to us, and this connects, I think, with some of your other questions about culture, the problematic nature of imagining that we can, through our intellectual goodwill, step to a world in which everyone becomes a cosmopolitan, and in which everyone is free to experience their hybridity, this is one of the things that somewhat disturbed me in the preceding paper, this idea that there is a choice to be made, and that if everyone were in a proper political frame of mind, they could simply choose to be cosmopolitans, and that would be nice. And we would all then get along, and there would be no more hegemony, because we would all be good cosmopolitans experiencing our cultural multiplicity, and our openness, and our, you know, et cetera, et cetera. What we see in the case of Latvia is a situation where the cultural formations are connected with very specific political projects oriented towards the presentation of specific possibilities of subject positions to individuals. Individuals have to negotiate between the various possibilities presented by politically instantiated articulations of what a culture can be. It's not given to every Russian speaker in Latvia to choose to be the cosmopolitan, free-to-be, you-and-me generation, you know, post-Russian Russian, like the Arbita poets. Many of them are trapped in a situation where they feel bounded by a specific version of cultural hegemony, which is projected upon them from specifically empowered, economically and politically empowered instances. Which brings me, so, okay, culture. This is back to my beef with cultural anthropology. I started, you know, thinking, anthropology became a sort of object of desire for me about two or three years ago, and I started reading intensively in anthropology, but always with this question, you know, what is it good for for me, and what can I offer back to it? And culture is really the key word. For anthropologists, culture truly becomes a flat term, because everything, as you say, is culture. In an anthropological sense, that's all there is. Culture is everything. Culture is the shape of this table. Culture is the way that we've arranged ourselves in this room. Everything is semiotic. We all know that. You know, it's an old saw. What I came around to, finally, was an understanding that aesthetic acts are a different version of cultural activity than culture per se, with different modes of political potential and possibility, as well as aesthetic potential and possibility, which are loaded into them. So the projects that I'm looking at in Latvia are not culture with a capital C, which we generally associate with high culture, but I would say intentional aesthetic activity, as opposed to, you know, the culture of the street. How do we organize parks, et cetera, et cetera. What is the major difference between these two sort of categories of culture? One, aesthetic culture is intentional, and it's highly intentional, I would say. It's intended to be symbolic, and it's intended to express. Two, aesthetic culture is intended to be interpreted in an open-ended way. The culture of organizations of cities is interpreted by anthropologists and also by art historians, et cetera, as a closed system of meanings, which is set up once, and then you make sense of it. It is interpreted as a fixed framework, which supports a stability of meaning over the long term. Aesthetic objects are always intended for an open interpretive process, which leads into the future. I think that, you know, one of the things about social scientists, when they start doing culture, the tool which they came up with, which has become very popular in the humanities, is the idea of cultural capital, which basically works to translate cultural objects into sort of an abstract economic model of value. What social scientists tend to forget is that it's a two-way street, which is funny because, you know, going back to classical anthropology, the whole idea of culture is that it is the place where surplus value goes. When you have a society which reaches a certain level of well-being, then it starts producing culture because it has extra value, which, you know, can be invested into cultural objects. It no longer has to just make food. Culture is a repository for interpretive energy and also for meaning. Aesthetic culture is where societies put value and then can pump value out in an open-ended way in the future. So that what I finally came down to is an understanding that what I need to study is the aesthetic acts as open-ended acts of production, which have a future-oriented temporality, oriented towards the production of, potentially new and new scenes of cultural activity. So that's, in short, my understanding of what the difference between a humanities orientation towards culture with a more narrow focus on aesthetic acts could be in distinction from social sciences models of, you know, culture at large, which can, again, I think, serve to narrow down our understanding of what it is we are talking about when we talk about culture in the humanities. I think the final question about anthropology, for me, what have I taken out of anthropology in the end? There are several, I think, very important lessons that I'm trying to learn for myself from anthropology. One is to value problems and to search them out, which is a lesson that I learned from you as well. But I think the humanities is always over-oriented towards canonical problems and canonical texts. And I think that the beauty of anthropology is, as you said, in the effort to always go to the new spot to seek new problems which can throw new lights onto the old problems, onto the central processes, etc. That's one. The other is ethnography, as you pointed out. What I'm trying to do here is an ethnography where I am not a direct participant in the production of new meanings out of cultural activities, but I'm trying to document actors on the ground in their production of meaning out of aesthetic acts so that I'm not the critic who is telling you what this poem means. I am the observer who is trying to tell you what it might mean in a specific social context. But I have to say that I have taken and maybe I shouldn't the ethnographic mode in a more complete way in fuller versions of these writings where I do make ethnographic confessions that point to my own observer position and are self-reflexive and stuff. Maybe I should get rid of that. Maybe it would be better without it. Or once I read it, I look pretty slow. Okay, very good. So, I'm sorry that was all in English. I hope it was slow enough to be comprehensible. I have one more question from Lorenzo Chiesa. Thank you. Thank you for a very challenging, interesting paper. Actually, my question is twofold and it has to do with what I perceive to be the implicitly political theory aspect of your talk. The first question, and clearly in answering to the four questions that were just asked, you clearly distantiated your position from what is a doxastic, post-colonial approach to the reality you are analyzing. That is to say, you refuse to simplify things in terms of multiple identities, hybridity, et cetera, et cetera, which is, I agree, what the other speaker, not Oksana, seem to be doing. So, thanks for that because I think it's really refreshing coming from a more... She was the hybrid. Yeah, she was the hybrid. It's really refreshing coming from a more theoretical perspective to see that there are cultural studies about specific realities which are actually aware of the fact that there's something beyond Omibaba and Judy Butler in a sense to simplify. But my question goes back maybe to the first question that Hans asked before. Precisely because of your post-post-colonial, or what seems to me to be a post-post-colonial perspective, can you really keep hegemony separate from dominance? Can you really keep ideology separate from power? Because for me, that separation is a spurious separation which is precisely the post-colonial understanding of Gramsci. Gramsci is dividing the two notions which doesn't mean that they are mutually exclusive. This is my first question. And of course, relating to your specific anthropological cultural context as to say Russians in Latvia. The second question is almost like kind of like my answer to my first question. What is the role of populism in all of this? Because if you actually take what is arguably the most well-known post-modern and even post-colonial Gramscian thinker Ernesto Baclau, you have there a very clear notion of hegemony being linked in the end with a notion of populism which he understands problematically enough in a positive way. So my point is, my question, the second question would be is maybe populism and all the problematic aspects that come with politically with populism maybe the missing link between the hegemony and the domination. I mean, the use, maybe, I'm not of course a specialist, but... Tell me a little bit more specifically what is meant under the term populism so I can answer better. A politics that actually works by means of a direct implementation of hegemony, of ideology. So it's actually using hegemony for political power. So it's like bridging the gap between the two. That would be like a pretty straightforward definition. So I'm curious about maybe what is the use that mainstream politicians in Russia make of the hegemony without power for their own power discourses. Maybe that would be the second question. Yeah. Okay. Those are good questions. I mean, you're absolutely right about the... It's a... You know, hegemony and dominance really should be seen as a false binary. They're, you know, like a content form kind of a distinction which has to be broken down eventually which can be useful sometimes as a heuristic device. Yet, backing away from hyper-abstractions like hegemony and dominance, it is also useful to remember that there are different modes of social interrelationship. and if we could, you know, get a less jargony version, we could say something like, you know, culture and politics which have very specific modes of instantiation. And clearly, Latvia in its specific case is defined by the lack of formal political institutions which one would typically associate with dominance and the overt presence of the hegemonic cultural forms in various different forms which aren't well-ordered but which are nevertheless present in all the ways that I described earlier. So I think it's a useful heuristic device but as I said in the paper, playing with these terms leads you always back to their interrelationship that, you know, hegemony without dominance turns into a different kind of a dominance. Clearly, the two things are at some level of abstraction related to each other and inextricable one from another. To the question about populism, I mean, there are so many different specific political contexts that one could point to here but absolutely there are very clear attempts on the part of the various political actors within the Russian Federation to turn the situation of the victimized Russian speaker or Russian in Latvia into a cultural moment for the production of political energy. The journal that I show, the Baltiski Mir is one example of that. It's a straightforward political project which takes the sense of disenfranchisement of certain populations within Russian-speaking Latvia, especially older folks who feel disenfranchised, especially the non-citizens who feel disenfranchised and are disenfranchised in many ways and turns it into an opportunity for either international diplomatic leverage or into an opportunity for straightforward meddling in Latvian political life or into an opportunity for the generation of political moment within the Russian Federation. Once in a while you get these TV shows which are devoted to the situation of the Russians in Latvia and their victimhood, which I do not want to discount. There are people who are absolutely victimized by their situation within Latvian society which is not dealt well with the problem of being a multi-ethnic society. The mere category of the non-citizens is scandalous in Europe and it's a category not scandalous enough I should say in a straightforward sense but it should be scandalous. It's a category which is self-reproducing. The children of non-citizens become non-citizens. They have to go through a naturalization process even if they were born in independent Latvia and are completely fluent speakers of Latvia. They have to go through a formal naturalization process many of them refused to as a result of a politics of refusal which is quite understandable in a situation such as this. So I don't want to belittle the situation of real victimhood to which some elements of the Russian-speaking population in Latvia are subjected. At the same time it is used within the Russian Federation I think in many cases illegitimately as a lever for the production of political movement. does that answer the question? We have two want to ask questions but in this case we should move 15 minutes coffee break because it is interesting discussion Yes, 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 Моя просьба очень кратко. Кто первый? Я буду стараться. Это просто вот сложные такие вопросы, методологические, трудно вот этому. Я обещаю. Моя вопрос может быть довольно короткая. Возвращаясь к Латвии, более конкретной ситуации, мне кажется, русская культурная продукция в Латвии, которую вы описали, сейчас, это, ну, детская коммунистерка в Латвии. Но, по словам о культуре, мы должны понять, кто идентификает себя с этой продукцией. И, по-моему, это не русские, которые идентификает с этой продукцией, и все это, кто-то, кто-то... то, кто-то, кто-то... ...посимый, кто-то не знает, что-то русские в French culture в Латвии, в общем, я не знаю. To make myself clear, it's a very fragmented scene. And there is a Russian, you know, cultural bohemian youth scene, which is well integrated with a Latvian cultural youth scene in Riga that is a part of the consumer base for the Arabita production of culture. So that's one answer, right? As I said, Latvian-Russian society is highly fragmented. This is a minority, obviously, within the larger frame, which just doesn't know that Arabita exists. In talking with the members of the group, they said that at the beginning of their project, they had some relationships with Russian newspapers, which would announce their events. But within a couple of years of the Arabita project's existence, the Russian newspapers, which generally have a more populist and ethnically closed orientation, stopped being interested in the Arabita group's activities, which are actively oriented towards interaction and integration with Latvian society, while still being oriented towards the retention of Russian-ness. This isn't about the abandonment of Russian identity in any sense. It's about the attempt to articulate a different version of Russian identity within this very free-flowing context. And for some population of younger Russians and Russian speakers in Latvia, it's an active project, not just for the poets who are doing it. But the larger question, too, and this returns us a little bit, I'll be quick, questions about hegemony. Hegemony we should not simply understand as a one-sided sort of a framework for understanding the relationships between, for instance, Russian cultural production in Latvia and Russian cultural institutions and political institutions in the Russian Federation because the Arabita poets are also catering to very specific and, I think, politically robust programs in Moscow and culturally robust programs in Moscow. They, you know, Timofeyev publishes, as I said, in Allure. He's been the recipient of various prestigious prizes within the Russian Federation. The Arabita poets travel to Russian poetry festivals. They are taking part in the production of a cosmopolitan version, cosmopolitan avant-garde version of Russian culture within a larger, complex Russian political space. And this is just as much an example of cultural hegemony as the efforts of the Russian World Foundation to support, you know, ethnic nationalists recentement among the Latvian population, other parts of the Latvian Russian population. So it's a complex scene. And this returns to the question of hegemony. I think, you know, you imagine a world in which there are no cultural systems linked to specific political programs and, you know, complex social and intellectual agendas. The very production of cosmopolitan identity participates in complex systems which are themselves not singular, not unitary, but multiple, yet which are nevertheless integral. The Russian hegemonic space is a politically complex space which includes all kinds of different political programs which relate to political programs in Latvia in all kinds of different ways as a complex system. Tomasz? Tomasz? Спасибо. Быстрее могу спросить по-русски. Вот ты представил... У меня вопрос из области такой культурной прагматики. Ты представил очень наглядно, эту абсолютно уникальную в количественном смысле ситуацию русско-латвийскую, у которой, собственно, нет аналогов. И мне было бы интересно, как она проецируется в такое типологическое, системное какие-нибудь качество, так сказать. Одно, что, мне кажется, однозначно, это невероятная интенсивность конструирования культурной идентичности. То есть, с одной стороны, эти гегемониальные проекты московско-российские, которые ты описал, и, с другой стороны, невероятно интенсивная латвийская способность находить средства, инструменты продвигания этой собственной культурной идентичности. Я это говорю на основе собственного опыта работы в Прайском Карлово-Университете, где моим коллегам на нашей кафедре был летонист, чуть моложе меня, который в возрасте, скажем, 30 лет регулярно общался с президенткой Латвии, получал государственные призы, только на основе того, что он переводил латвийскую литературу на чешский язык. У нас на кафедре мы каждые несколько месяцев принимали латвийских министров, образования, культуры, это были просто наши знакомые. То есть это невероятная интенсивность продвигания собственных культурных ценностей в плане некоторой конкуренции, конечно, с русскими дроп-российскими. И все это приводит меня к вопросу, насколько трудно ответить однозначно и в одном предложении, насколько вся эта обстановка, которая уникальна, проявляется в восприятии, скажем, современной русской художественной деятельности в латвийской среде. То есть насколько, скажем, современную поэзию переводят на латвийский или современную прозу, скажем так, условно говоря, продвинутую. Насколько эта билингвальность создает ситуацию, в которой нет необходимости в переводе, или наоборот как-нибудь проявляется именно в области перевода. Это прежде всего касается, конечно, литературы в меньшей степени искусства, перформанса и других визуальных. Ну, трудно ответить в общих терминах, конечно, потому что я не знаю полностью всю сцену. Но можно указать опять-таки на орбиту. Их практики – это практики интенсивного перевода. Так что у них много латышей партнеров, поэтов, с которыми они активно партнерствуют. И они публикуют, как я сказал, все свои произведения в двуязычных изданиях. Тоже, когда у них есть эти рейбовские мероприятия, это всегда, например, поэт читает свои стихи в оригинальном языке. Ты, наверное, это видел, да? И вот проекции. Это местная русская культура, так сказать. Это другое явление. Я имею в виду произведения, которые не связаны с Россией. А, перевода русских произведений. Я имею в виду, условно говоря, какого-нибудь Айзенберга или Сорока. У меня, на самом деле, у меня нет никакой информации. Я думаю, что наверняка есть очень хорошая переводческая культура, потому что должен быть хороший рынок. Латвия – это маленькая страна, и все маленькие страны активно ориентированы на перевод как средство делать шире запас информации и произведения на своем языке. Могу сказать, что активно переводят. Это я знаю по грантам, которые подаются. Программа «Транскрипт». Они пытаются переводить и художественную, и интеллектуальную литературу. Да, я уверен, что это есть, но я не сделал как-то специальную работу на эту тему, так что я не могу точно ответить. Но я уверен, что это есть. А можно я тогда... У меня скорее реплика. По-моему, замечательный кейс вы показали. Вы не пробовали сравнивать эту ситуацию гегемонии доминирования, например, спросите, поведением и вообще политикой, культурной, собственно, самой же Москвы, собственными российскими регионами. Потому что то, что вы описали, почти идентично тому, что, например, каким образом происходит вот такое гегемония почти без доминирования, как ни странно, и в собственных российских регионах. Потому что никогда местные инициативы не поддерживаются. Особенно и те же самые фантазии, условно говоря, московские, имперские, таким же образом осуществляются в российских регионах, игнорируя местное население. Более того, если вы, как антрополог, посмотрите на, грубо говоря, политическую жизнь и поймете, что Единая Россия – это совсем не партия, в правильном смысле слова, так же, как и Коммунистическая партия никакого отношения, имею в виду советского, не имела отношения к партии. А это был способ формирования либо правильного советского человека, либо теперь правильного русского человека. И в данном случае получается, что вот такая матрица, она во многом работает и там, и здесь. И, скажем, история скандалов в Перми, где та же самая история, попытка насадить, ну так, условно говоря, даже с лучшими намерениями, какое-то искусство, не принижая таким образом инициативы местные, порождает большую серию конфликтов. Абсолютно. Так что, мне кажется, тут возникают очень похожие схемы взаимоотношения. Нет, я совершенно согласен. И вот как-то я выберу этот термин «провентилизация» наручно, это, мне кажется, именно воспроизводит ситуацию русской провинции, которая очень отличается от этой культурной ситуации как-то центра на периферии. Вот это совсем просто разнородные ситуации. И тут тоже, вот там Латвия превращается в какую-то отдаленную, неполную провинцию российской империи. Точно, я согласен. Надо, на самом деле, вот как-то привести просто в эссе. Вот этот пример Перми, это действительно очень хорошая идея. Спасибо. Спасибо, Киев.